Сегодня два больших издания американских New York Times и Washington Post опубликовали одновременно материал об еще одном сценарии начала войны. То есть, по данным официальных лиц Соединенных Штатов, на которых ссылаются газеты, у них есть доказательства того, что Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. По их данным, предполагаемая операция будет включать в себя съемки, будет фильм, изображение жертв гражданского населения, кровь на улицах, трупы, которые лежат. И это будет все сделано руками, грубо говоря, бандеровцев. Листи, какие крутые собаки. Вы помните такие фильмы? Про войну в Албании. Правильно. Так вот, Карина об этом написала у себя за несколько часов до публикации в этих газетах. Карина, что вам известно? Может, вам другие сценарии известны? Насколько серьезно американцы воспринимают вот такую информацию? Все же Washington Post или Washington Post и New York Times – это ведущие газеты Восточного побережья. Да, Савик, я действительно опубликовала эту информацию, но я прочитала газеты Washington Post и New York Times, это, правда, было вчера. И тут же после этого выступил представитель Пентагона Джон Кирби, и он, собственно, вот все то же самое рассказал и пересказал. Да, что разведке стало американской известно, что Россия готовит вот такое фейк-видео, на котором будет изображена якобы атака украинских вооруженных сил или спецслужб на какие-то пророссийские территории, да, или территории, где проживает русскоязычное население. И там будет вот трупы, кровь, актеры скорбящие. И, значит, это видео должно вызвать волну негодования в российском обществе и стать поводом для вторжения в Украину, для Владимира Путина. Но вот после этого еще эту же информацию комментировал фикер Госдепа Нед Прайс. И вот очень интересный произошел у него конфликт, перепалка журналистам Associated Press, который задал вопрос, какие у американцев есть доказательства. На что Нед Прайс довольно в грубой форме ответил журналисту, что если вам не нравятся наши данные и вам нравится то, что распространяет Россия, идите и обращайте их информацией к пропагандистке. И там достаточно длинная была перепалка. Это было очень странно. Дальше CNN написали еще, что они там поговорили с своими источниками, не называя имен, конечно, сказали, что у США нет ни этого видео, ни каких-то частей его подготовки. Но что якобы стало известно, что нанимаются актеры. Для вот этого фейк-видео. Я, честно говоря, я вот, ну, верю, что Россия может совершить любую гадость, любой акт терроризма. Это, пожалуйста, да. То есть тут вообще никаких сомнений нет. Могут и такое готовить, и было такое похожее. Ну, правда, не в таком исполнении. Помните, знаменитый сюжет о распятом мальчике был? Ну, там даже не старались. Там даже просто одну наняли актрису, которая уже по всем федеральным каналам входила. Вот. По-моему, это не сильно как бы тронуло страну. Да, были добровольцы, известно об этом. Которые действительно, вот, увидев этот сюжет, и их так это растрогало, что они поехали воевать. Я не знаю, сколько их было. Ну, может быть, там, я не знаю, 100 человек, да. Но остальные-то, конечно, растрогались деньгами, да, которые им там заплатили за участие в боевых действиях в Украине. Вот. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, на кого такое видео могло бы быть рассчитано. Российскому народу вообще все равно. Владимир Путин делает в своей стране, что хочет. Совершенно спокойно меняет Конституцию. Ему не нужно было для этого там затевать, стягивать там войска, да, к любым границам. И он делает вообще все, что хочет. Вот когда ему нужно было аннексировать Крым, он просто обратился полностью к ручному парламенту, да, и получил одобрение. Ну, когда ему нужно было послать там зеленых человечков в Крым, на Донбасс, он это сделал, и ему совершенно не нужно было там какая-то всенародная российская поддержка. Понятно, что Запад тут же разоблачит это видео как фейк. Ну, это понятно, да, что просто технологически это будет сразу понятно. Совершенно неясно, на кого это видео было бы рассчитано. Я не знаю, я не могу сказать, что я не доверяю, да, там, американским властям. Хотя известны случаи, когда и американцы там привирали, ну, там, например, в 2003 году, да, или там вот недавно был удар в Афганистане, когда убили просто по ошибке 10 человек верных жителей. Да, ну, нет, ошибки бывают, да. Вот, но в любом случае Россия способна на все, только я, к сожалению, да, тут улыбаться нечему. Вот, и я то хотела бы поддержать еще, вот, подписаться под каждым словом, который сказал и господин посол Чалой, и господин посол Шевченко, вот, абсолютно, вот, под каждым словом просто подписываюсь. США действительно сейчас являются союзником Украины, таким союзником, которого Украина, может быть, никогда не имела, и этим надо пользоваться. И, может быть, окно возможности не такое уж большое, потому что не очень хорошо для демократов дела обстоят на приближающихся среднесрочных выборах. В этом году они будут. Республиканцы могут взять Конгресс, и несмотря на то, что вот сейчас, да, действующие республиканцы, почти все, особенно в Сенате, они, как бы, да, на одной стороне с демократами, и законы пишут о санкциях, там, да, по России вместе, и, там, готовы их принять. Но очень влиятельные голоса в республиканской партии, например, Такер Карсон, один из самых влиятельных людей, да, это ведущий Fox News, самый главный ведущий республиканский. Вот он уже в эфире говорит постоянно, что Байдену нужно заняться границей с Мексикой, а не границей, да, России, Украины. И нужно вообще, почему бы и не пойти на какие-то там небольшие требования Владимира Путина. Какое нам вообще дело до этого? Заметьте, эта риторика достаточно опасная. Потом появился еще один конгрессмен действующий, новый, только что избрался в 2020 году, но, тем не менее, Джош Холли, да, он тоже сказал, что надо бы уже вообще Путину просто договориться с ним и вообще, и перестать заниматься этим. Это опасная ситуация. Потом республиканцы могут выиграть и Белый дом, и мы не знаем, какие именно республиканцы выиграют. Там очень большие сдвиги происходят в самой партии. Я, конечно, извиняюсь, что я так подробно говорю про внутреннюю политику США, но это на самом деле важно, потому что это как бы просто, ну, изменения в Америке происходят не, там, тут нет Майданов, да, тут вот происходит все постепенно, а потом в один прекрасный день просто берется все и меняется, да. И мы не знаем, что будет. В 2022 году у демократов больше шансов потерять большинство в обеих полах Конгресса, чем его сохранить. А в 2024 году вообще не знаем, что будет, да, даже если это, ну, я лично не верю, что Трамп будет, там, сам пойдет на перевыборы, но тем более, если он, допустим, будет выдвигаться и сберется, это все, это можно забыть, да, мы помним. То есть если бы Трамп остался на второй срок, НАТО бы никакого не было, США практически, ну, они фактически вышли из НАТО. И никакого бы альянса не было, никакого бы альянса с Британией не было, ну, какие-то поставки Украине оружия были, может быть, потому что там завязаны очень большие деньги и лоббистские интересы. Но на этом было бы все. В принципе, Путин получил бы то, что он хотел и то, к чему он так долго шел, да, и то, в чем Трамп, в принципе, помогал. Вот. А хотя там, наверное, конгрессмены бы там выступали против, но тоже не сильно. Вот. Поэтому нужно вот иметь в виду, что вот эти два, там, два, да, два с половиной года, которые вот сейчас есть у Украины, по крайней мере, до новых выборов президента США, это ключевой момент. И как никогда США благосклонны к Украине, и как никогда они жестко настроены к Путину. Вот я что заметила, самое интересное, что, по-моему, американцы, уже неважно, что там, как себя ведет Путин, они, вот, по-моему, намерены просто, ну, уже до конца идти, потому что, чтобы там, там, российская, ну, дипломат, как я автовщик называют, не дипломаты никакие, это просто позорище, но они как-то все равно дают заднюю, да, и это видно совершенно, очевидно. А американцы идут, они вот посылают войска уже, да, они там Украину вооружают, правильно делают, на самом деле. Вот, поэтому надо пользоваться моментом. Спасибо, Карина. Это был подробный, но важный рассказ для Украины, потому что мы очень мало говорим о внутренней политике в Соединенных Штатах, она очень важная, потому что она отражается на отношениях с Украиной ежедневно.